Новые дома вместо деревянных бараков. Территорию в районе улиц Белорусской и Флотской в Куйбышевском районе Самары планируют застроить. Жители, хоть и рады переменам, испытывают ряд опасений. К примеру, их беспокоит судьба зеленой зоны. Они боятся, что часть деревьев будет вырублена. Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн встретились с активистами Куйбышевского района, чтобы разобраться в ситуации. В мэрию были приглашены и представители застройщика, природоохранной прокуратуры, а также профильных департаментов. Визуально мы видим это, что здесь не клюн, не кустарники и не болото. Ну и клюн, и кустарники, конечно, там тоже есть. Есть болото, вот мы видим здесь немножко. Уже 20-метровые деревья выросли в течение 10 лет, а вся остальная зона – это здесь и многовековые дубы, и осины высокие до 40 метров, и основная часть леса – это уже десятилетиями. Строительство планируется по программе комплексного развития территории. Застройщик должен построить не только жилье, но и социальные объекты. Согласно договору, он обязан возвести не менее 170 тысяч квадратных метров жилья. Из них порядка 10 тысяч квадратных метров предоставить для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также застройщик должен капитально отремонтировать детский сад номер 311, рассчитанный на 140 мест, и построить новый на 170 мест, спроектировать территорию под строительство школы и досугового центра. При этом из 12 гектаров территории застраивать будут только 8. Изначально застройщик старался максимально, с учетом исходных данных, выданных для него департаментом строительства, подойти максимально бережно. И даже то недовольство отдельных жителей застройкой территории мы планировали организовать на одной треть территории, которая граничит непосредственно с лесом городским, парк птиц. Мы же не можем решать какую-то локальную проблему, не понимая ее в масштабе города в целом. У нас действительно проблема с зелеными насаждениями в городе. У нас действительно не хватает то, что называется легких. Поэтому понятно, что жители и я как бы за то, чтобы как можно больше зелени осталось. На встречу жители высказали и другие опасения. Будет ли застройщик делать специальное обследование на наличие грунтовых вод, прежде чем начнет стройку? И будет ли решаться вопрос со строительством новой дороги? Ведь с появлением новых домов, а значит жителей, возросшие транспортные потоки создадут пробки при въезде в микрорайон. Развитие сухой Самарки необходим. Вопрос какой ценой и за счет чего? Решать одну проблему, создавая другую, недопустимо. Поэтому я за то, чтобы максимально сохранить зеленую зону – раз. Я за то, чтобы решить проблему транспортной доступности – два. И вопрос, значит, и за то, чтобы максимально социальную инфраструктуру там насидеть. Житель подали на застройщика в суд. На встречу было решено дождаться юридического решения. Если по закону не найдется веских оснований для того, чтобы запретить строительство, в районе будет реализовано комплексное развитие территории, при котором обязательно учтут мнение жителей, чтобы сохранить зеленые легкие сухой Самарки. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok